14 мертвящих лет Веченого народа он растопил бы и ледник, но не каратель уродов, а грызуны, дничуя ног, плюясь, искались в наши спины, растаскивали кто что мог, один добро, другой былины. Но возродился мой народ, как злой бы рог не реял вьюжно, из века в век, из года в год, не сломленный, великодушный, сберегший вековую стать, хотя почти испепеленный, не разучившийся летать, в горниль лютом закаленный. «Моему народу» – стихи известного поэта Шахриза Богатыревой созвучны сердцу каждого карачаевца. Долгих 14 лет люди ждали возвращения на историческую родину, и этот радостный день настал. 3 мая навсегда останется праздником возрождения и надежды. Республиканский музей не мог не присоединиться к праздничным мероприятиям. Выставка, приуроченная 65-летию возвращения карачаевцев, стала еще одним событием в череде мероприятий, проведенных в честь этого дня. В экспозиции более 60 работ карачаевских художников, среди которых имена Французова, Маршанкулова, Гачьяевой, Коканаева, Гогуева, Бачаевой, хорошо известной любителям живописи. В их работах жизнь и судьба народа, с его радостями и горестями, и все это на фоне щемящих видов природы, естественного помощника в труде. В Средней Азии сразу появилось чувство, что и жизни нет без родной реки, прибрежных камней и гор. Все это отображено в картинах художников. Их работы достойны мировых музеев, уверена Шахриза Богатырева. Я выросла в Ауле Учкулан со стариками, которые часто вспоминали вот эти годы депортации. И их от этих лет депортации отделяло гораздо меньше времени, чем меня отделяет от моего детства. Поэтому они были и очевидцами этих событий трагических, и этих драм человеческих, и этих сломанных людских судеб. Безусловно, понимаете, это не как какие-то вот факты, которые как снежный ком с годами обрастают какими-то домыслами. Потому что человечество любит немножечко и драматизировать, и преувеличивать. Люди рассказывали о том, что видели вот с спокойной вот такой последовательностью, как бы подводя некую черту. Да, так случилось. Да, мы это видели. Там не было никакого приукрашивания. Там не было вот этого форсирования драматичности. И вот это вот, это спокойное такая вот, это спокойное констатирование нашло отражение и в художественных работах. Они, эти картины спокойны. Они умиротворённы, как может быть умиротворён человек, который через множество испытаний, наконец, возвращается к родным истокам. И он наслаждается тем, что он снова на родине. Картина Зульфии Бачаевой также известна многим любителям искусства. Одна из её давних работ посвящена теме возвращения. Вдохновлённой историей народа художница символично изобразила этот период. На переднем плане стоит горец. В его руках меч. Не меч агрессии. Это как раз меч защиты. Это олицетворяет то, что он хочет защитить. И чтобы в следующий раз такого не происходило с нашим народом. На заднем плане девушка в белом платье, которая держит в руках солнце. Это олицетворение новой жизни, возрождение олицетворения. Что народ не остался в забвении, что он возродился. И что в дальнейшем будет только прогресс и возрождение самого народа. Особое место в галерее отдано работам одного из ведущих художников-моделиров республики Зарима Аджиевой. Это национальные карачаевские платья, выполненные её руками и руками помощниц. Казалось, это должны были быть лишь стилизованные свадебные платья. Но нет. В каждом из её работ можно прочитать карачаевский код. Связь времён не просто слова для мастера. В её платьях история и культура народа. Сохранён старинный орнамент, покрой также не изменён. Платья магическим образом притягивают внимание. Секрет в неуловимом мастерстве. Как достижок к стежку, безупречна каждая деталь. А началось всё с серебряного пояса, рассказывает Зарима Аджиева. Ни одно поколение кемар хранится в семье мастерицы, бережно передаваясь по женской линии. На выставке этот пояс был на одном из платьев. Его сумели сохранить в тяжёлые годы депортации. Чтобы выжить, люди выменивали на еду последнее. Но семейная реликвия осталась неприкосновенной. Присутствие этого пояса меня всегда подстёгивало сделать что-то в национальном стиле. Не всегда эти платья были востребованы. Но, тем не менее, элементы национальной одежды где-то мы всегда использовали этот пояс. Мы всегда хотели надеть, где-то показать его. И гордились тем, что он у нас есть. Он с начала XIX века передаётся от бабушек, прабабушек из рук в руки. Поэтому, конечно же, я не могла не заняться изготовлением национальных нарядов. Этого мне всегда жило и всегда хотелось. В горах всегда ценился труд мастерицы Золота Швейки. А сукно, изготовленное руками карачаевских женщин, считалось одним из лучших на Кавказе, рассказывает Зарима Аджиева. Происходило смешение культур. Казаки перенимали кавказский костюм, а девушки-горянки научились вышивать крестиком рушники. Человек, который не знает своей истории, культуры, традиций, как дерево без корней, он не может относиться с уважением к культуре других народов, говорит мастерица. Свою культуру надо не только беречь, но и приумножать. Как это делали наши бабушки в тяжёлые годы депортации, не растерявшие традиции, прививавшие их своим детям. Несмотря на голод и холод, они смогли сохранить и передать свои навыки. Жизнь Заримы тому подтверждение. Учила шитью сама, ведь женщине в доме всегда шили. Увидев понравившийся рисунок, девочка тут же его повторяла. И вот где-то мне что-то понравилось. Где-то я увидела крестиком вышитую подушечку. Я стала вышивать крестиком. Потом мне захотелось гладью. Вы знаете, я вышивала какие-то вещички для себя. Я носила кофточки свои вышитые. И некоторые вещи даже сохранились до сих пор. И одну из таких кофточек моя дочь реанимировала и даже носит сейчас. И вот так вот потихоньку-потихоньку я как бы где-то что-то подсмотрела, у кого-то что-то увидела. Вот таким образом. Много лет я работала в школе и учила детей этому мастерству. Учила детей вышивать. И иногда дети, которые не умели вообще держать иголку в руках, вышивали такие шедевры и сами были удивлены тому, что у них получается. К национальному платью я пришла, когда на него появился спрос. Появились условия, когда понадобились эти платья. Если вы помните, когда я начинала, это было начало двухтысячных, это для невест это были наиболее открытые платья. Когда и плечи открыты, и спина до самого «не хочу» открыта, и руки открыты. И чем больше открыты, тем считалось красивее. Ну и как всегда, мода, она делает такой скачок, доходит до своего пика и делает скачок в обратную сторону, как вы знаете, да? И вот тут резко появилось у людей желание одевать национальные наряды. А у меня всегда было желание их изготавливать. И все сошлось. В своих платьях мастер использует современные материалы и украшения. Японский бисер, стеклярус, кристаллы Сваровски. Несмотря на наличие помощниц, Зарема контур рисунка всегда наносит сама. Образ будущего платья внашивается в голове. Помогают опыт и, конечно, гены. Руки сами рисуют нужный орнамент и трелистник – верный признак карачаевского платья. Вышивка всегда служила оберегом от сглаза, говорит модельер. Чем ярче рисунок, тем больше вероятность, что девушку не затронут никакие плохие силы. На вопрос, какое же платье самое дорогое сердцу, ожидаемо отвечает – все дорогие, в каждое из изделий вложена душа. Я в каждое платье влюбляюсь. Я настолько увлекаюсь каждым платьем, что пока оно дошьется, может быть, и туда что-то добавить, может, и там немножечко приукрасить, а может, здесь. Но каждое это платье должно быть лаконичным. Я не могу его перегружать, стараюсь выдерживать какие-то… Чтобы оно не было масломасляное, знаете, чтобы все было в меру и гармонично. Поэтому аппетит приходит при еде, когда делаешь… Ну, сначала мы берем ткань, допустим, да, уже есть пожелания невесты, невесты, какого цвета она хочет платье. Опять же, если она хочет платье бордовое, то это может быть бордо, не знаю, спелая вишня, или это розовато-бордовое вот такое, да, или это бордо с каким-то, ну, красноватым вкраплением таким. И, то есть, оттенки тоже выбираем. После того, как мы выбрали, мы выбираем подходящий материал для вышивки, фурнитуру, которая сюда, вот к этой ткани больше подойдет, что украсит эту ткань, а не сольется, не потеряется на этой ткани. Так, например, на этом платье мы использовали вот японский бисер серебристого цвета, а вот там дальше у нас есть подстаренный такой бисер, как подстаренное золото в двух оттенках. На более темном бордовом мы его сделали более таким вот, как старинное платье. А узоры, я вот смотрю, они у вас при всей схожести, они у вас всегда разные. Ну, а чем вдохновляетесь, когда шьете, вышиваете вот эти узоры? Ну, традиционно карачаевцы вышивали вот эти бараньи рожки, то есть как акын, да, что вижу, о том пою. Они занимались животноводством, и разнообразные бараньи рожки. И вот эти три листники – это традиционно классический карачаевский рисунок. Выставка продлится до 30 мая. Все желающие смогут по достоинству оценить работу мастеров кисти и ткани, а главное – прикоснуться к самобытной культуре карачаевцев. Редактор субтитров А.Семкин